Всем огромный привет! Сегодня мы будем делать оригинал слайм. Самый простой рецепт. Для этого мы берем клей ПВА Офис. Я беру 100 миллилитров. Выливаю его в стеклянную емкость. Перед этим клей я хорошенечко перемешала, чтобы в нем не оставалось комочков и он не расслаивался. Я хочу, чтобы мой слайм получился мягкий и тягучий. Для этого я добавляю зубуновую пасту. Я использую сенситив. Беру чайную ложку и буквально вот так вот одну четвертую часть чайной ложечки добавляю. Вот так вот. Я думаю будет достаточно. И все хорошенечко перемешиваю. Вот так вот перемешиваю, перемешиваю хорошенечко. Сюда же добавляю в качестве красителя кинетический песок. Беру кинетический песок и добавляю 4 чайных ложки полных. Раз, два, три, четыре. Мне нравится такой цвет. Я хорошенечко все перемешиваю, чтобы не оставалось комочков лишних. Когда у нас не будет оставаться недомешанных частиц, мы начнем добавлять загуститель. Все, вот так вот я перемешиваю, все. Красивый цвет выходит, мне нравится. Все, хорошенечко все перемешала, комочков не осталось. Теперь можно добавлять кетраборат натрия. Беру самый обычный в аптеке, кетраборат натрия. Это самый простой загуститель, работает со всеми слаймами. И добавляю по три капельки. Раз, два, три. И перемешиваю хорошенечко. Еще добавляю кетраборат натрия. Еще добавляю кетраборат натрия. Добавляю его постепенно, чтобы не оставалось комочков. Как вы могли заметить, мой слайм потихонечку загустевает. Чем-то начинает напоминать тесто. Сейчас это тесто как будто бы на блину. Обратите внимание, какой получается масса. Она отлипает от стенок, она стала густой и вязкой. Вот я ложечкой могу поднять буквально всю массу. Видно? Приподнять. Все, теперь мы берем и начинаем его вымешивать руками. Вот он хорошо-хорошо отлипает от ложечки, от стенок, емкостью. Теперь мы можем вымешивать слайм руками. Вот так вот. Раз. Вот. Стал довольно мягеньким. Хорошо тянется. Многие спрашивают, как сделать слайм мягким. Для этого нужно добавить... У некоторых он жесткий и рвется. Для этого добавьте... Буквально добавляйте по одной горошинке зубной пасты. Но не больше. Потому что можно переборщить, и он станет слишком мягкий и начнет липнуть к рукам. Смотрите, какая эластичная масса получается. Видите? Идеальный. Просто идеальный. Ну, надо его еще повымешивать. Немного. Тетрабората натрия в этом слайме я использовала довольно много. На этот слайм у меня ушло примерно 1 четвертая, 1 пятая часть баночки. Если на другие слаймы идет 10 капель, 15 капелек, то тут идет 1 четвертая часть баночки. Ушло много. Ни воду, ни чего другого я сюда не добавляла. Смотрите, какой он мягенький. Он тянется. Он тягучий. Ой, удивительно мягкий. Классный. Но надо повымешивать его хотя бы минут 5. Тогда он станет абсолютно однородный. Наш слаймик получился удивительно мягенький. Посмотрите, как он тянется. Он такой тягучий. Классный вообще. Он отлично хрустит. Чпакай. Наш слаймик получился очень мягенький, воздушный. Но я хочу его еще немножко надушить, чтобы он у нас щепах хорошо. Для этого я использую духи, вот такие чайную розочку. Буквально несколько нажатий. Пшикаю. Можно использовать эфирное масло чайного дерева. Или чайные розочки. Вот так вот перемешиваем. Ой, какой аромат одуренный. Ммм, класс. Как же хорошо пахнет. Только главное теперь хорошо все это вымешивать. Ах, как классно. Супер. Аромат на всю комнату. Жалко, что камера не передает аромат. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok